Итак, у нас традиционное послесловие. Юрий Тимофеевич не дозвонился нам в прямой эфир, к сожалению, не хватило времени. И вот он спрашивает, насколько наружная реклама мешает тому, что наш город должен оставаться красивым? Точнее, она, по его мнению, мешает, но а что делать, как бороться с этим? На самом деле, понимание по этому вопросу есть, или вернее появилось. Достаточно много конструкций рекламных в прошлом году, в позапрошлом демонтировано. Действительно, сейчас реклама ищет, ну, скажем, другие возможности. А мы освобождаем именно облик города от вот этого веяния, так сказать, прошлого. И что касательно фасадов зданий, особенно исторических, формально это практически невозможно согласовывать. То, что мы, в общем-то, наблюдаем, видим, это, конечно же, ну, скажем так, самоуправство некоторых или собственников, или даже несобственников. Ну, с этим, в общем-то, работа такая ведется. Ну, к сожалению, может быть, она такая недостаточно постоянная. Поэтому в одном месте сняли, в двух появилось. Это так же, как с уличной торговли, наверное. Вот они тут были, пять минут пришли, разогнали, опять появились. Да, есть схожесть, я думаю. Сегодня также рассматривался отчет о программе содействия малого предпринимательства. О чем шла речь, какие итоги вообще работы? Эта программа достаточно давно в городе работает, динамично развивалась. И вот то количество предприятий, которым сейчас оказывается помощь, ну, скажем так, в разы увеличилось. То есть, тот перечень предприятий, которые попадают под действие этой программы, в основном, конечно, носит такой, ну, условно, социальный характер. В частности, помощь людям, кто занимается воспитанием детей, это вот, условно, частные детские садики или группы присмотра для... До школьников. Да, ну, до школьников и именно младших школьников, это больная тема на самом деле. То есть, им, конечно же, уделялось внимание, и ни одному обратившемуся не было отказа. Потом, те малые бизнесы, которые каким-либо образом именно в производственной сфере связаны. Ну, и, скажем так, небольшой перечень каких-то иных видов бизнеса, там, сервисного, прочего, да. Но торговля у нас не является приоритетной сферой, поэтому торговли в этом смысле не поддержат. Мы видим, она сама достаточно благополучно развивается. И, в общем-то, вот хочу подчеркнуть, что практически все, кто обращались, они эту помощь получили. Мы потом внимательно наблюдаем за тем, чтобы они сдерживали, что называется, взятые обязательства именно по количеству принятых на работу, по налоговым отчислениям в городской бюджет, ну и так далее. Спасибо большое. Увидимся в прямом эфире. До свидания.